Валентина Васильевна в шоке. Дому больше 50 лет. Никогда не видел капитального ремонта, а сосед развернул такое грандиозное строительство. Ну там слабый фундамент. Он же на такое не рассчитан. Тут же специально проектировали. Вот же все кругом такие дома. Основание этого фундамента, как остов. А еще в доме слабые стены, каркасно-засыпные, из древесных опилок. По фасаду уже пошла трещина. К тому же соседка считает, что из-за этого строительства дом превращается в какую-то нелепицу. Всю жизнь был одноэтажным, но соседу одного этажа, видимо, мало. Стеновыми блоками он уже закрывает чердак. А с какой стати? Чердак в общедалевой собственности и принадлежит всем соседям. При полном пакете документов, которые подает человек при разрешении на строительство, там должно быть согласие всех сособственников помещением квартирного дома. Там моей подписи нет. Протоколы никто не ввел, собрания не было. Разрешение на реконструкцию соседу выдало городское управление капитального строительства. Оно заверяет женщину, что сосед предоставил согласие собственников. Валентина Скворцова очень хотела бы увидеть эту бумагу и свою подпись, которую не ставила. Но чиновники документ не показывают. Даже если другие соседи согласны, этого недостаточно. Когда речь идет о реконструкции, нужно согласие всех собственников. Если у нас идет изменение общего имущества, то есть объем стен, любые изменения, требуется стопроцентное согласие. Поэтому даже если там 50% есть, то это ничего не значит. Возможно, за бабушку расписался кто-то другой. Выяснить это можно, только написав заявление в полицию. Поскольку подделка протоколов общедомовых собраний – уголовно наказуемое деяние. Пожаловаться можно и в жилинспекцию. Уж ей-то городские чиновники обязаны показать протокол общего собрания. И если он незаконен, разрешение на реконструкцию будет аннулировано через прокуратуру.